Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязнание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт. Внимание! Сегодняшний выпуск начнем с честного неребят, которые занимаются в отделении плавни Дюшикар. В минувшие выходные они приняли участие в открытом Кубке Нижнего Новгорода по плавню. Воспитанники тренеров-преподавателей Евгения Чуашлева и Романа Розенкова прекрасно выступили на соревнованиях и выполнили норматив первого спортивного разряда по плаванию. Светлана Воронкова на дистанции 100 метров брасом, Никита Лощинин на дистанции 100 метров кролем на спине, Александр Бикетов на дистанции 200 метров вольным стилем. 7 и 8 декабря в Нижнем Новгороде состоялось первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2004 годов рождения. Евгения Иришева выиграл за беги на 200 и 400 метров, Павел Резяпов завоевал золото на дистанции 1500 метров и серебро в беге на 800 метров, Никита Терентьев поднялся на вторую ступень передестала в беге на 2000 метров, а Николай Мордовин стал бронзовым призером в беге на 1500 метров. В эстафете 4 по 200 метров команда мальчиков заняла второе место, команда девочек завоевала бронзовые награды. Завершился Кубок Горда по волейболу. В этом году в борьбе за главный приз сошлись 6 команд из Сарова, Дивеева и Вознесенского. В финальной схватке сошлись сильнейшие команды «Старт» и «Энергия». По ходу встречи стало понятно, что ни одна из команд не желает сдаваться без боя, но в напряженной борьбе со счетом 3-1 по партиям выиграла команда «Старт», представляющая завод «Внеев». Поздравляем ребят с победой! В городском турнире по баскетболу во все идут игры. Вот результат последних встреч. «Дюш» выиграл у профтехучилища 106-86, «Союз» в пух и прах разнес кардиналов 149, а полет уступил авангарду 83-88. 9 декабря на Устинском пруду в Кулебаках прошли соревнования по ловле рыбы со льда на мармышку. За три часа спортсмены должны были наловить максимальное количество рыбы. Сыровчанин Артем Шишков занял первое место в группе спортсменов до 18 лет. Его улов составил 440 граммов. 6 декабря в Нижнем Новгороде состоялось открытое первенство по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Первые места в своих группах завоевали сыровчане Ярослав Ермаков, Ирина Тимонина, Ирина Амосова, Евгений Кульков. Вторые места заняли Анжелика Григорьева и Мария Баранова. Третье место у Тамары Давыдовой, Артема Лобанова, Таисии Рычковой и Максима Синицкого. Подробности поездки у Екатерины Опеновой. В этот раз тренерский состав ИКАР сделал упор на младших воспитанников. Детей, которые еще совсем недавно занимаются в отделении прыжков на батуте акробатической дорожки двойном мини-трампе. Для многих из них это первое выступление за пределами нашего города. Мы первый раз выехали, конечно, в шоке были они там от увиденного. Ну, первый раз на выезде. Вообще другой трамплин, все-таки другой снаряд, привыкать надо. Максим Синицкий занимается в спортивной школе только два года. До этого мальчик пробовал свои силы на городских соревнованиях. В Нижнем Новгороде он занял третье место. Мне было совсем не страшно. Мне даже было неинтересно соревноваться с другими ребятами. Диплом третьей степени провезла еще одна юная воспитанница детско-юношеской спортивной школы Таисия Рычкова. Там был двойной мини-трамп. Там надо было делать первый разряд. У моего возраста девочек было 16. Нас было очень много. Я очень волновалась, надеялась, что получила какое-нибудь призовое место. И получила его. Таисия рассказала, что за два года занятий в спортивной школе уже не раз участвовала в городских соревнованиях. Ее очень привлекают прыжки на батуте. И девочка гордится своими спортивными достижениями. К первенству Нижнего Новгорода Таисия упорно готовилась. Вот когда я тренировалась, я всегда думала, как это делать. Я всегда что-то там в голове крутила, вертела. И у меня получилось это. Впереди у юных спортсменов первенство в Сароу по прыжкам на батуте. Оно пройдет уже в ближайшие выходные. А 22 и 23 декабря в нашем городе состоится чемпионат и первенство области по этому виду спорта. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В прошлые выходные прошел финал Кубка Александра Невского по спортивному лазертагу среди школьников Сарова. Отборочные соревнования проходили по круговой системе. То есть каждая команда играла с каждой командой. В них приняли участие более 20 команд. В финальном этапе Кубка первое место в категории 18-11 лет заняла команда ВПК «Разведчик». Команда «Молодежный центр» на втором месте. В категории 12-14 лет лучше оказалась команда «Школа номер 5». «Оптимисты» на втором месте ВПК «Разведчик». Подробности поединков ударит Сапариной. Игроки команды «Школа номер 5» подошли к участию в турнире серьезно. Они разработали целую систему условных обозначений. С их помощью ребята смогли запутать соперника и одержать победу в схватке. По итогам соревнований участник команды «Пятой школы» Василий Морозов был признан лучшим тактиком турнира. Я думаю, что нам позволило выиграть все-таки слаженность, командная тактика и дух победы. Мы настроились все-таки только на победу. В младшей группе первое место завоевали воспитанники военно-патриотического клуба «Разведчик». Команда молодежного центра заняла второе место. На пути к финалу ее участники не проиграли ни одной встречи и только в заключительных поединках уступили сопернику. Настоящий бой какой-то. Бегаешь, воюешь. Это интересно. Финальным играм Кубка Александра Невского по спортивному «Лазертагу» предшествовали два отборочных тура. В них приняли участие 20 сборных. Претендентов на победу условно разделили на команды старого и нового района. Спортивный «Лазертаг» развивается на платформе страйкбола, как начальный этап подготовки ребят младше 14 лет. Цель турнира – это военно-патриотическое воспитание, его популяризация. Популяризация среди молодежи тактических видов спорта, попытка оттянуть их от компьютера, заменить компьютерные игры в «Войнушку» на вот такой вариант, вариант с «Лазертагом». Ну и, конечно, это военно-тактическая подготовка молодежи. Все победители и призеры турнира по «Лазертагу» были отмечены медалями, командными кубками и памятными призами. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». На прошлой неделе наконец-то вручили Кубок Рфец вне в помине футболу. За один вечер зрители, которых на трибунах оказалось очень много, смогли увидеть матч и за бронзовые награды, и за первое место. В игре за бронзовые награды Кубка Рфец вне в помине футболу сошлись команды «Торпеда» и «Искра Юнайтед». Удары поворотом сыпались один за другим. Судьи то и дело показывали желтые и даже красные карточки. К финальному свистку преимущество в счете оказалось за футболистами «Искры». На мой взгляд, во втором тайме команды немножко завелись, то есть появилось больше эмоций, больше негатива по поводу того, что борьба усилилась. Мы давали достаточно высокий порог борьбы, но, как видно, игроки, ну вот мое субъективное мнение, команда «Искра», они немножко погабаритнее, немножко посильнее, физически выносливее и профессиональнее умеют играть. Как только закончился матч за третье место, на поле на разминку вышли игроки команды «Динамо» воинской части и футболисты «Вымпела», представляющие Федеральный ядерный центр «Внеев». Начало первой 20-ти минутки оказалось для сотрудников городообразующего предприятия не самым лучшим. Технично обойдя защитников «Динамо» завершили атаку первым в игре голом. Не прошло и нескольких минут, как разрыв в счете увеличился еще на один мяч. Команда «Вымпела» оказалась в роли догоняющего. «Немножко не собрались, как-то побежали вперед забивать и пропустили в ответ два мяча». Завершив первый игровой отрезок со счетом 2-1 в пользу команды воинской части и сделав правильные выводы, «Вымпеловцы» ринулись в борьбу с новыми силами и новой стратегией. Упорная борьба у ворот команды «Динамо» и вот уже счет 2-2. Новая атака, удар по воротам, команда в оранжевых майках поднимает руки вверх от радости, но судья гол не засчитывает и борьба продолжается. Еще минута и нападающие из команды «Рафиадсвнеф» завершают начатое. Счет 3-2. «Вымпел» впереди. Несмотря на все попытки футболистов из воинской части сравнять счет, в ворота команды «Рафиадсвнеф» мяч больше так и не попал. Мы второй год подряд завоевали этот кубок, а в итоге три раза он у нас был. В 2015-2017 мы вот в этом году как бы очень рады. В субботу, 15 декабря в 13 часов в Ледовом дворце пройдет матч чемпионата Нижегородской области среди мужских команд высшей лиги. ХК «Саров Инвест» принимает на своем льду ХК «Сокольские медведи». Вход на трибуны свободный. В воскресенье в 10 утра на лыжной базе пройдут соревнования, посвященные открытию зимнего сезона. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»